В Березняках осудили двух женщин, которые в частном доме устроили магазин вне закона. Заработать деньги решили, торгуя смертью. И за это получили приличные сроки. Далее выпуск продолжит патрульная рубрика. Сегодня ее подготовила Елена Катаева. Лена, ждем от тебя подробностей. Добрый вечер, коллеги. Действительно, две жительницы Березняков 44 и 42 лет предстанут перед судом за незаконную торговлю запрещенными веществами. Еще в прошлом июле женщин сдал их клиент-наркоман, которого задержали сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий. Во время обыска в доме, где проживали наркозбытчицы, было найдено 11 свертков с порошком общей массой 3,7 грамма. Женщин задержали и заключили под стражу. В ходе расследования выяснилось, что они уже долгое время живут и употребляют наркотики вместе. Когда одна из них потеряла работу, женщины не нашли ничего лучше, как сбывать наркоту. Теперь их ждет приличный срок – 23 года в колонии общего режима на двоих. Тем временем в Краснокамском городском округе за разбойное нападение под суд пойдут родные братья из Кунгура, 36 и 40 лет, которые приехали на заработки в село Стрепунята. В полицию на них заявил мужчина, который предложил им работу через интернет. Знакомство новоиспеченные коллеги решили отметить за рюмкой горячительного, но что-то пошло не так. И клинило его то ли что. Вот начались угрозы. Я остался с ними один. И вот он вымогать стал деньги с ножницами в первый же день. Ну и все. Вызвали они такси. Уехали, забрали торцовочную пилу. Мы только утром ее увидели пропажу. Тут же позвонили в полицию. Также у несостоявшегося работодателя братья похитили деньги – более 32 тысяч рублей. По горячим следам оперативники задержали злоумышленников по месту жительства. Выяснилось, что это не первое их преступление. Ранее мужчины уже были судимы за тяжкие преступления. Сейчас братья находятся под стражей. Материалы расследования направлены в суд. А в Березняках родственники, пострадавшие под колесами автомобиля девочки, ищут свидетелей ДТП. Напомню, вчера в 8 утра на Советском проспекте возле главпочтамта 45-летняя женщина на Субару сбила ребенка. Восьмиклассница шла на уроки в первую школу. Однако виновница ДТП утверждает, что не заметила ребенка на дороге из-за яркого солнца. Девочка пострадала очень серьезно. С переломами ног, рук и с отрясением головного мозга она находится в больнице. Сейчас родственники школьницы ищут свидетелей и записи с авторегистраторов для того, чтобы обратиться в суд. Если вы располагаете информацией, обращайтесь в ГИБДД или звоните по телефону, указанному на экране. На этом сегодня закончу. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok